Художественные музеи мира Версаль. Время королей. 14-й король солнца. Мария Антуанетта. Жертва французской революции. Наш сегодняшний рассказ о Версальском дворце, где жили многие из наиболее ярких персонажей французской истории и где пышно расцвела придворная культура. На месте Версаля, расположенного в 20 километрах к юго-западу от Парижа, когда-то находились лесные охотничьи угодья королевской семьи. В 17 веке здесь началось строительство великолепного дворца, которое продолжалось в общей сложности 50 лет. В 1837 году по приказу последнего короля Франции Луи Филиппа дворец был превращен в национальный музей, посвященный всему, что прославляет Францию. Так бывшая королевская резиденция была сохранена для будущих поколений. Версаль ежегодно привлекает 3,5 миллиона посетителей. Как сказал французский писатель Франсуаро Недешат Абриан, тот, кто не видел великолепия Версаля, не видел ничего. Монархия Европы и даже императорский дом Японии использовали Версаль в качестве модели для своих резиденций. Когда-то этот дворец служил домом для королевской семьи и тысяч придворных. Здесь более 700 комнат, украшенных с большой пышностью. Все, чем отделаны интерьеры Версали, было создано французскими художниками и мастерами. Версальский дворец был построен по приказу Людовика XIV, короля, провозгласившего государство «это я». При нем Франция стала абсолютной монархией, государством, где вся власть была сосредоточена в руках одного человека. Версальский дворец — это шедевр, возникший благодаря неограниченной власти монарха, прозванного королем солнца. Жизнь не затихает в Версале и сегодня. Бернар Бро — часовщик, который следит за всеми часами во дворце. Каждый день он посвящает полдня обходу всех залов и заводит все 80 часовых механизмов. Давайте последуем за ним. Это самые старинные часы во дворце. Они сделаны в 1706 году. Эти напольные часы были изготовлены специально для Людовика XIV. Все детали такие старинные, что из-за опасений повредить какую-либо из них, часы сейчас не заводят, так что музыки мы не услышим. Но если хотите, сегодня я могу сделать для вас исключение. Версаль — единственное место, где сохранились часы такого размера и такого качества. И все 300 лет с 1706 года они превосходно ходят. Это уникальная вещь. За эти века, во время революции и других драматических событий, многие часы были украдены или уничтожены. Просто чудо, что часы такого типа сохранились в столь прекрасном состоянии. Мы проходим через несколько роскошных комнат и оказываемся в очень большом помещении. Это зеркальная галерея. 578 зеркал украшают стены галереи, длина которой 73 метра. Во времена Людовика XIV стоимость зеркал была не меньше стоимости картин тех же размеров. Версальский дворец был открыт для всех. Давайте пройдем через галерею и осмотрим интерьеры дворца. Вот зал, где ожидали аудиенции все те, кому разрешено было предстать перед монархом. А далее мы попадаем в самую главную комнату всего этого великолепного дома. Спальня короля находилась прямо позади зеркальной галереи. Именно здесь жил Людовик XIV. Эти часы были его любимыми. Весь день короля, с того момента, как он вставал с постели утром и до момента отхода ко сну, представлял собой непрерывный церемониал, состоящий из строго регламентированных процедур. Король позволял всем видеть, как он живет. И его спальня не была исключением. Когда короля в ней не было, людям разрешалось зайти и посмотреть на королевскую опочивальню. Утром и вечером многочисленные слуги помогали монарху совершить туалет. Утром у этой золотой решетки собирались десятки людей. Сидящего на постели Людовика, одевали и умывали, в то время как король выслушивал отчеты и прошения своих чиновников. Говорит Пьер Арицолли Клементель, директор Версальского дворца. Во Франции 17 века король считался представителем Бога на земле. Поэтому монарх не скрывал от подданных свой образ жизни и позволял им высказывать свое суждение о нем. Кроме того, король призывал наиболее влиятельных представителей дворянства к себе во дворец, чтобы те постоянно находились рядом и не имели возможности устраивать заговоры за его спиной. Живя при дворе, эти аристократы постепенно проникались взглядами короля на различные государственные вопросы, что укрепляло его власть. Людовик XIV любил Версальские сады. Они также были открыты для всех и привлекали большое количество посетителей из разных стран. Людовик XIV сам написал путеводитель для прогулок по садам. В нем он указывал возможные маршруты и отметил наиболее интересные достопримечательности. Давайте пройдемся по садам Версаля с королевским путеводителем. Извилистой тропой мы идем среди деревьев и кустарников и внезапно оказываемся на открытом пространстве. Пьер Андре Лаблот, главный архитектор исторических памятников Версаля, открыл для нас ворота. Здесь король устраивал балы. Не правда ли, напоминает римский амфитеатр? Пространство в центре было предназначено для танцев. А вокруг него шел небольшой канал. Танцоры на мраморной площадке оказывались как бы на небольшом острове. По каменным ступеням журча стекали струи воды. Теме водной стихии соответствовали и обточенные в форме рыбьей чешуи камни по краю амфитеатра и украшения из раковин и цветного стекла. Сочетание воды и камня, дополненное дорогими материалами, полностью соответствовало вкусу Людовика XIV. Повсюду в огромных садах Версаля современники видели свидетельства того, как природа подчиняется воле короля. А сейчас мы подходим к главному украшению садов. Бассейн Аполлона Этот фонтан представляет собой аллегорию восхода. Аполлон, греческий бог Солнца, возникает из воды подобно тому, как Солнце возникает из ночной тьмы. Людовика XIV, самого могущественного монарха Европы, называли королем Солнца. И бог солнечного света Аполлон был для него достойным символом. Людовик XIV правил 72 года. Он умер в 1715 году в возрасте 76 лет, превратив Францию в одну из самых могущественных держав Европы. На престол под именем Людовика XV взошел его правнук. Людовик XV был мудрым и любимым народом правителем. Но его отяготил образ жизни, основанный на крайней степени публичности. Он не хотел выставлять на показ свою частную жизнь. В этой комнате находятся часы с маятником, заказанные Людовиком XV. Элегантные линии, напоминающие морские волны, изысканная форма. Все это соответствовало утонченному вкусу коронованного заказчика. Часы были выполнены в соответствии с последним словом в науке, и часовом деле того времени. Они очень точно отчитывают время вплоть до секунды. Но поскольку это астрономические часы, помимо времени они также показывают фазы луны и движения звезд. Эти драгоценные часы очень отличаются от часов времен Людовика XIV. Их конструкция гораздо сложнее и больше основана на научных знаниях. То, что Людовик XV заказал себе такие часы, говорит о большой любознательности короля, о том, что он интересовался достижениями современной ему науки. По приказу Людовика XV в задней части дворца были построены апартаменты, состоящие из ряда небольших комнат. Роскошная королевская спальня использовалась только для утреннего и вечернего церемониала. Жить же монарх предпочитал в более скромной обстановке. В одной из этих комнат, служившей королю кабинетом, находится вещь, которую можно назвать шедевром мастерства краснодеревщиков. Король хотел иметь письменный стол, в котором его бумаги были бы надежно скрыты от слишком любопытных глаз, и заказал этот секретер с отведной крышкой. Его изготовление заняло почти десять лет. Мебель этой эпохи не только эффектная и элегантная, но и функциональная. Эта вещь задает стандарты, характерные для французской мебели, которые были заложены во времена Людовика XV и до сих пор высоко ценятся во всем мире. В бывшем увеселительном замке Трианон сейчас находится ресторан. Здесь каждый может попробовать, что представляла собой королевская трапеза. Владелец ресторана Жерар-Вье 50 лет изучает особенности французской придворной кухни. Каждый день в Версале персонал королевской кухни, почти 300 человек, готовил более тысячи блюд. Продукты для них ежедневно поставлялись к пяти утра изо всех уголков Франции. Король ужинал в десять вечера. За его трапезой могли наблюдать все желающие. Специальные люди дважды пробовали каждое блюдо, чтобы исключить возможность отравления. На стол одновременно выставлялись десятки блюд, и король мог выбрать то, что в данный момент было ему наиболее по вкусу. Лангусты, сваренные живыми в овощном бульоне со специями. Король отдавал предпочтение морским деликатесам. Камбала из булони с морковным соусом подается в тыкве. Толстые ломти нормандской курятины, щедро приправленные трюфелями. Подобные блюда часто подавались на стол в Версальском дворце. Я расскажу вам об очень важном предмете. Его всегда ставили на стол в специальном футляре с атрибутами королевской власти. Внутри него находилась салфетка, которой король вытирал руки. И Людовик XIV, и Людовик XV иногда пользовались ложкой, но в основном ели прямо руками. К этому времени ножи и вилки уже пришли во Францию и из Италии, но есть руками все еще считалось правильным. Аппетит у короля был великолепный. И видя, с каким аппетитом ест их монарх, подданные могли быть уверены, что он пребывает в добром здравии. Восхитительно! Во времена Людовика XV десерты также выглядели изысканно. Сегодня десерт такого типа носит название птифур. Королева обожала эти маленькие пирожные. Людовик XV не любил есть при большом стечении народа и устраивал публичные трапезы только для вида. А при следующем короле, Людовике XVI, этот ритуал и вовсе проводился лишь раз в неделю. Причем его супруга, Мария Антуанетта, всячески демонстрировала свою скуку. Многие историки думают, что королевская власть пошатнулась именно потому, что король отдалился от народа. Видя воочию того, кто символизировал для них власть, люди черпали в этом надежду. Но Людовик XV и Людовик XVI пренебрегали устоявшимся ритуалом и тем самым лишали свой народ надежды. В 1770 году в Версаль приехала 14-летняя девочка, которой суждено было стать женой Людовика XVI, последнего короля, жившего в этом дворце. Мария Антуанетта. Она стала самой знаменитой королевой в истории Франции, символом роскоши и упадка Версаля и одной из главных жертв грядущей Великой Французской революции. Здесь ей 28 лет. Красивая молодая королева из австрийской династии Габсбургов привлекала внимание всего французского народа и особенно придворных Версальского дворца. Для Марии Антуанетты, которая в Вене могла делать все, что ей хотелось, жизнь в Версале таила в себе массу неприятных сюрпризов. Жизнь французских королевских особ была подчинена строгому церемониалу, и Марии Антуанетте приходилось соблюдать утренние и вечерние ритуалы. Даже во время родов вокруг королевы было множество придворных. Среди деревьев в западной части Версальского парка уютно расположилась небольшая деревушка. Ее построили специально для того, чтобы уставшая от дворцовых ритуалов королева могла развлечься игрой в пастушку. В деревне были дома, водяная мельница, скот и даже работающие крестьяне. В ведении Олена Баратона находятся поля фермы. Сегодня здесь выращивают те же овощи, что и во времена Марии Антуанетты. Все очень вкусное. Этот лук мы берем домой и едим его сами. Но разница между мной и Марией Антуанеттой заключается в том, что я сам прихожу сюда и рву лук, а она бы наняла для этого кого-нибудь. Королева ведь не может запачкать руки. Она решала, кому жить в этой деревне. Она ведь была королевой. И даже если ей нравилось притворяться фермершей, все равно это была лишь игра. На землях Версальского дворца для королевы за огромные деньги построили деревню, в то время как по всей стране простой народ голодал из-за неурожая. Июль 1789 года. Взятие Бастилии стало искрой, из которой разгорелся пожар Великой Французской революции. Пятого октября множество людей двинулись из Парижа к Версалю, требуя у короля еды и работы. Утром следующего дня разъяренная толпа врывается во дворец и вынуждает короля вернуться в Париж. Марии Антуанетти удается бежать через потайную дверь своей спальни. Но вскоре она снова попадает в руки повстанцев. Ее отвозят в Париж, где королеву ждут арест, заключение и смерть на гильотине. Ей было 37 лет. Революция лишила Версаль значительной части его блеска и роскоши. Впоследствии понадобилось немало усилий, чтобы вернуть разоренному дворцу его прежнее великолепие. Жан-Клод Тулуз занимался воссозданием люстр в зеркальной галерее в зеркальной галереи. очень сложное литье. Вот это состоит из нескольких частей, скрепленных с помощью сварки. В 18 веке все было сделано точно так же. До 1970 года зеркальная галерея оставалась абсолютно пустой. Как выглядели старинные светильники? Чтобы выяснить это, Тулузу пришлось изучить множество материалов, включая иллюстрации и художественную литературу. А работа длилась 20 лет, но зато сегодня 20 роскошных люстр украшают потолок зеркальной галереи. На протяжении трех веков Версальский дворец видел взлеты и падения многих выдающихся людей. Сегодня шедевры французской культуры, связанные с этим местом и сам исторический облик грандиозного дворца получили новое рождение благодаря мастерству реставраторов. Я бесконечно горжусь тем, что могу приходить в Версальский дворец и следить за этими часами. В то же время я осознаю свою незначительность, когда вижу все эти редчайшие бесценные вещи, которые окружают меня. Дворец из дворцов, вызывавший восхищение властителей всего мира. Если вам доведется оказаться в Версальском дворце, прислушайтесь. Эти великолепные комнаты и бесчисленные произведения искусства наверняка помнят немало галландных историй. Версаль. Время королей. Оператор Киоси Энамото. Режиссер Кейко Шуто. Художественные музеи мира. Фильм озвучен фирмой СВДУБЛЕ по заказу ГТРК КУЛЬТУРА СВДУБЛЕ СВДУБЛЕ